Попрощались мы с гостеприимством Северной Осетии. Заур, спасибо тебе огромное. Едем дальше. Сейчас уже заехали в Чечню. В Чечню мы проезжаем насквозь и двигаемся в Дагестан. Сегодня у нас следующая точка – Сулакси каньон. Будем останавливаться там. В прошлый раз я уже там был. Красивое место. Просто вообще великолепное. Но немножко портится погода. Несмотря на то, что давление высокое, на самом деле должно быть тепло и солнечно, но небо затянуто и немножко капает дождь. Я надеюсь, сейчас все это разбудим. Кстати, еще хотел бы развенчать один миф по поводу так называемых крутых гелендвагенов в Чечне, в Дагестане. На самом деле в Чечне, в Дагестане большинство машин очень скромные и экономные. Вот смотрите, перед нами едет один крузак, 750 регион, это Московская область. А вот все, что навстречу, да, девятки, калины, польцвагены, что это, форды, еще вон приоры, четырки. Ну, очень дешевые автомобили, вы сами видите. То есть прям вот ни одного, ни одного крутого внедорожника крузак не берем, еще этот московский. Вот смотрите, так что все крутые чеченские гелендвагены в Москве, то есть реально, ну и дагестанские, вот здесь народ живет очень скромно, очень небогато, так скажем, да, и здесь не принято выделяться. Ну, здесь нет такого вот, что у меня есть возможность, да, я там куплю себе крутую тачку, тачку. Здесь нет, здесь очень сильно развит так называемый институт общественного порицания. Если ты будешь вести себя недостойно, если будешь слишком выделяться, хвастаться чем-то, да, или просто вести себя неуважительно и некорректно, то тебе первый раз делают замечание, а второй раз могут и это, и наказать. А-та-та. В путешествиях достаточно много трат, но их все можно классифицировать по нескольким группам. питание, проживание и, наверное, самая большая категория трат – это, конечно же, топливо. Очень много денег уходит на заправки. Теперь я всегда расплачиваюсь новой кэшбэк-карты от компании Райфайзенбанка. Эта карта дает возможность мне хорошо экономить на моих покупках за счет своего хорошего кэшбэка. Езжу я очень много, практически каждый месяц в экспедициях и трачу существенные средства на это. И по итогу года выходит очень хорошая экономия за счет кэшбэка. Кэшбэк начисляется на все покупки, вообще на все. И на заправки, и на гостиницы, и на ужин, и на покупку различных товаров в магазине. Кэшбэк 1,5% в месяц без ограничения по сумме. Можно получить хоть 30 тысяч и даже больше. Ограничений нет. Кэшбэк возвращается на карту живыми деньгами в начале каждого месяца, без всяких нам баллов и прочих фантиков. Карта абсолютно бесплатна. Никаких условий по суммам ежемесячных трат, по остаткам на счетах, как в других банках. Просто бесплатное обслуживание навсегда. Мы договорились с Райфайзенбанком, и ребята дарят промокод на 500 рублей для всех моих зрителей. При заказе карты с этим промокодом все клиенты Райфайзенбанка получат обратно первый потраченный 500 рублей. Заказать эту карту можно по ссылке в описании к этому видео, это займет всего пару минут. А курьер доставит вам эту карту домой или на работу, как удобно. И это бесплатно. Друзья, рекомендую Райфайзенбанк, его новую карту с повышенным кэшбэком 1,5%. Крутая вещь. Когда заезжаешь в Дагестан, ты сразу это чувствуешь по движению на дорогах. Парни здесь, конечно, очень горячие. Вон он просто низко спланировал над землей. Мы решили заехать еще раз на форельевую ферму Глав Рыба. Помните, я был здесь в сентябре? И, короче, в сентябре вот здесь ничего еще не было. Когда-то чаще в сентябре строилось. То есть вот была, да, с той стороны, мы там гуляли. Плюс сама ферма, где рыба. И все, собственно говоря. И были там еще наверху рестораны, там повыше. Мы туда не ходили. А сейчас, смотрите, сейчас здесь все построили. Открыли еще один ресторан. Прогулочные зоны. Тут тоже ресторан. Офигенно круто. А вот сама река. Там сверху у нее, ну, точнее, течет она сверху. Там и ГЭС, гидроэлектростанция Чигейская. Там сам Сулакский каньон. И уходит она туда вниз. Здесь на лодках можем погонять. Очень такая бурная, смотрите, прям хорошее, мощное течение. Крутое место. Сейчас рыбы где-нибудь поедим. И поедем вот туда, в ту сторону. Там Чигейская ГЭС, Сулакский каньон. Туда. Ну, поднимемся на горки. И там наверху будем стоять. Красиво, безумно. Едем к Сулакскому каньону. И я хочу еще заехать на Чигейскую ГЭС. Точнее, на плотину Чигейской ГЭС. Тоже, говорят, интересное такое место. Масштабное. Сулакский каньон. Смотрите, сегодня отличная погода. Тихо, безветренно, солнышко. В прошлый раз приезжали, здесь очень сильно дуло. Было прям холодно. А сейчас идеальная погода. Сейчас на самом деле на коптере надо летать. Но я в этот раз что-то совсем обленился. И коптер даже ни разу не доставал. Вот, ну, вставлю кадры с прошлой поездки. С осенней. Там тоже красиво. Решил на Чигейскую. Завтра с утра заедем. А сегодня уже солнце садится. Поэтому нашли шикарное место для лагеря. Просто вообще офигенное. Смотрите. А внизу Сулакский каньон. Вид. Просто кайф. Вон там, кстати, глав рыба. На входе в этот каньон. А там Чигейская ГЭС. О, там вдалеке. Я думаю, тут закат, рассветочный будет просто бомбический. Ночевались сегодня мы в таком офигенском месте. Смотрите. Вид на каньон. Ночью там вокруг светились города. Огни города. Там, здесь, здесь. Очень красиво. Шикарная погода вечером была. Сидели тут прям. На обрывчике болтали очень долго. Прям крутое место, ребят. Рекомендую. Просто вообще бомба. А в эту сторону. Там поселок Дубки. Там Чигейская ГЭС. Там какая-то деревушка. А, ну вот она, Дубки. Ой, какая красота. Просто кайф. Ребята, там стояли палатку. Вот это моя палатка. Вот это, кстати, новая палатка Баск. Взял потестировать. Так, здесь у нас Аня спит. Аня, ты в Неглиже? Можно? Можно. Да. В самый раз. В самый раз. Да. Интересная ее конструкция, конечно, немножко необычная. Сразу скажу, стается. Ну, не очень удобно она стается. Есть минусы, которые мне не совсем нравятся. Но вот так в целом. Хотя это двухместная палатка. Она такая прям компактная двухместная. Вдвоем там плотничком. Но цвет, цвет хороший. Оранжевый, яркий. Сейчас будем собираться, потихоньку ехать дальше. Время пол восьмого. Сейчас поедем дальше. Уезжаем в Чикейскую Гресс. Спускаемся со стороны Дубков сверху. И пока ничего такого интересного здесь не увидел. Хотя на фотографиях и на видео у других ребят, путешественников, там хорошо прям видно огромная такая огромная дамба. То есть, и там часть участка едешь по дамбе. Вот я, собственно говоря, и приехал бы сюда ради этой дамбы. Что-то я ее нигде и не вижу. От слова даже совсем никакого намека. Проезжаем через село и прям по дороге едет комбайн. Нива. Я на таком все детство провел с батей. То есть, я его разбирал там 500 раз, там каждую гайку откручивал, там катался на нем. Я уже думал, таких не осталось до живых даже. Какая необычная газель. Маленькая. Забор такой выложен рядом коренькими какими-то ветками. Не знаю, зачем это. Кто знает, ребят, напишите, почему так. Вот эта часть Дагестана, в районе Бархана с Ираком, очень похожа на Монголию. В Монголии тоже очень много мест. Туда вот, ближе к юго-восточной части, где пустыня Гоми. Там вот прям очень похожи. Тоже такие же относительно невысокие холмы, желтые грунты, разбитые дороги, немножко травы желтеющей. Если кому не сказать, что это Дагестан, то могут спутать с Монголией. Штурмуем рельсы. Доехали мы до Бархана с Ираком, причем заехали с другой стороны. Получается, с задней части отсюда вот, там, через железку перескочили и заехали отсюда. Вот, интересное место. Сейчас скоро сходим. Ну, я был уже, здесь в сентябре был, я показывал вам. Даже съемки есть, скуптеры какие-то красивые. Субтитры сделал DimaTorzok Песка на Мело в сентябре. Здесь вообще не было песка, здесь вот вся вот эта площадка была, железный настил, сетка. Это вот на Мело уже песка, буквально за полгода. Витер такой сильный, песком прям уже обжигает. Смотрите, песком засыпало дорожку, прям песка. С каждым годом все больше и больше здесь. Удивительное место, смотрите, а вокруг горы, просто горы повсюду. С той стороны горы, здесь горы. Откуда здесь эта куча песка? Кстати, внизу здесь, ну, на входе, в эти пески, тут стоит такое кафешка приятное. Прям очень вкусно, мы перекусили. В прошлый раз мы в сентябре брали с собой арбуз, привозили, просто арбуз там ели. Там кухни не было, уже не готовили, потому что туристов немного было. Сейчас туристический сезон, там куча всяких лепешек, каши какие-то вкусные, вода. В общем, все, что нужно, рекомендую. А здесь еще, кстати, стоит такой самовар на входе. А вон там слева вдалеке Каспийское море. В этом году я с ним еще не виделся. Сейчас поищем где-нибудь место, там ребята мне скинули. Кирилл мне скинул место, сейчас мы туда подъедем где-нибудь к пляжу. И скупаемся. Залезли, освежились немножко. Каспийское море, оно, во-первых, не глубокое. Во-вторых, оно не очень соленое, по сравнению с Черным морем, или с тем же океаном, или Баренцевым морем. Вода, да, конечно, соленая тоже, но не такая, не так критично. Вот, и посмотрите, ребята стоят от берега, там метров 100, и воды по пояс. Туда дальше отходишь, там еще мельче. Вода уже теплая, кстати, можно уже спокойно сюда приезжать, купаться. Отличное место, шикарное просто. Крутой пляж, смотрите. Такая мелкая галька приятная, там дальше песочек. Короче, офигенный пляж, прям вообще кайфую. Будете здесь, заезжайте. Дербент, типичный старинный городок, здесь очень много узких улиц, улицы тупиковые. Плутают вверх-вниз, вот сейчас мы пытаемся выехать крепости на рынок Алла. В прошлый раз мы здесь плутали, выезжали с рынка, тоже не могли выехать. Сейчас ищем дорогу до крепости, тоже он нас завел куда-то туда, вот в тупик. Сейчас вот дядечка сказал, нас проводит. У нас традиционная вечерняя прогулка по Дербенту. Сейчас буду ругаться, что не слушаешься? Короче, у нас традиционная вечерняя прогулка по Дербенту. Мы зашли в ресторан, ресторан называется «Фонтана». В прошлый раз мы тоже здесь были, здесь офигенно вкусно, просто вообще бомба. Потом еще пойдем погуляем по ночному Дербенту. Вновь приехали к легендарному коронаплану Лунь. Его уже, кстати, вытащили на сушу полностью. Здесь стали оборудовать парк, здесь будет парк «Патриот». Ну, наподобие московского парка «Патриот». Вот еще дабы привезли вертолет какой-то разобранный. Я вот не знаю, что, видимо, какие-то ракетные установки. Там бронетранспортер. Ну и сам Лунь, конечно же, вон он стоит. Шикарный просто зверь-машина. Вот его сюда будут ставить, вот на эти упоры. В прошлом году их только-только стали заливать. А сейчас уже он приготовили даже площадку. Его затаскивали. Да-да, его затаскивали. Он был в воде. Мы приезжали, он был в воде. И его потихоньку надувными понтонами поднимали, вытаскивали. Он уже полностью на суше. Полностью достали его. Он и пошло «Поторых-поторых минодах». Отдändert с динёжной цепи. И вот он был в воде. Ну и раска́. Какой он здоровый. По сравнению, люди внизу стоят. Просто крошечный. Какой же огромный. Ну, целый корабль подгнил уже, к сожалению. Уже все. Это металл. Это какой-то металл. Такой плотный, причем крепкий. Какая же громадина. Ничего себе, какие у него подкрылки или закрылки. Просто огромные. Здесь три штуки сняли, ну, для того, чтобы можно было его таскать. Потом, видимо, поставят. Кстати, или оторвало, может быть, их, смотрите. Видимо, оторвало. Да, с петельной оторвало. Там тоже ухо оторванное. Здесь вот одно ухо оторванное. Здесь сзади, смотрите, в хвосте у него тоже кабина, видимо, для наблюдателя. Но кто-то должен был там сидеть, смотреть. Вот здесь все подкрылки на месте. Там, походу, оторвало их, да. Ну все, пока экраноплан. Встретимся в следующем году. Хотя, может быть, еще и в этом получится. Красавец. Просто мощь, гордость берет за свою родину. Вообще, Дербент, конечно, сильно отличается от основной части Дагестана, ну, как по своей ментальности, по людям и по природе тоже, смотрите. Очень много равнин. Гора есть, горы чуть дальше. Но это не горы, это холмы, скорее. Сейчас мы дальше пойдем туда, как раз, в горную часть Дагестана. Там все по-другому. Здесь очень много зелени, ну, за счет того, что вода рядом в море. Здесь много зелени, все растет. Пожалуйста, там, что хочешь, ставь палку, она вырастет. Вчера тоже переписывался где-то, ну, в инстаграме, наверное, со зрителями, с друзьями. И мне сказали, что в ближайшие несколько лет Дербент будет кардинально меняться, перестраиваться. Очень большие планы на застройку, на развитие города. Будет строиться набережная, большая такая, хорошая. Здесь, кстати, нет нормальной набережни, я вчера изучал тему. Здесь, ну, толком не погулять, хотя это город прибрежный, это Каспийский город, да, ну, Каспийское море здесь. Вот даже с той стороны, если мы берем казахский город Актау, то там, конечно, прям значительно отличается. Там такая шикарная набережная в Актау. Там вообще просто очень приятно, очень нравится мне Актау. Вот, и Дербент буду тоже приводить, делать из него такой курортный центр дагестанский. Много новых фонтанов в городе будет, много новых улиц, много новых зданий. И будут, короче, приводить в порядок. После Дербента едем еще в одно новое место, где я раньше не был. Село Кубачи. Это центр народного камнерезного и металлорезного творчества. Раньше здесь изготавливали доспехи, оружие холодное. Сейчас это больше, конечно, такая сувенирная продукция, подарочная. Вообще там должен быть даже музей, насколько я помню, большой. Ну и само село Кубачи, но достаточно крупное. Интересное место. Ребята советовали, кто там уже бывал. Вот в этот раз решил как раз проложить через него маршрут. Он у нас относительно по дороге. Оттуда мы потом пойдем на ГУНИП, где будем ночевать сегодня. Единственный минус, конечно, немного портится погода. Не хотелось бы стоять под дождем, но думаю, ничего страшного. По прогнозам вроде один день. Только, кстати, я пользуюсь обычно сайтом rp5.ru. На мой взгляд, там наиболее точные прогнозы. Потому что если смотреть просто в приложении телефона, это абсолютно не отражает никакой реальности. Сайт GizMeteo тоже не очень точен, как показывает моя практика. rp5 это такой не очень популярный, но достаточно хороший сайт. По крайней мере, на любой город, на любую точку планеты. Он практически всегда может дать более-менее точный прогноз на пару суток. В часах на этих Amazofit есть прогноз погоды. Но он работает только при наличии рядом телефона, насколько я понял, и интернета. Поэтому функция, мне кажется, не совсем додумана. Но, опять же, реализовать по-другому его пока прогресс, наверное, не представляет себе возможным. На Кубачи строят новую дорогу, видимо. И вот здесь ребята на тракторах подзасыпали ее. Сейчас раскатывают, мы стояли, ждали. Вообще в Адистане очень много хороших дорог. Очень, прям реально много асфальта. И его еще закатывают, закатывают. Сейчас туда в сторону Гуниба будем ехать, посмотрим. Потому что в прошлом году там около Гуниба как раз участок дороги строился. Я думаю, сейчас его уже запустили. Там такая офигенная, хорошая прям трасса была асфальтированная. Дагестан скоро, наверное, перестанет быть таким аутентичным горным бездорожьем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это называется, приехали посмотреть село Кубачи. Видимость, ну, метров, наверное, 5 от силы. Погода очень сильно испортилась, начался дождь. И это очень плохо. Придется ехать сейчас в горы, по серпантину в дождь. Опасное это дело. Сейчас думаю, может быть, вернуться, либо переждать. Во-первых, дождь, во-вторых, еще видимость плохая. Видите, да, что? Туман, ничего не видно. Опять колеса качаете? Да, я что-то... Переборщил? Да, пересторол. Видишь, ровненько, 1,2. В общем, Кубачи мы проехали насквозь, потому что ничего не видно. Дождь идет, туман, погода так себе. Решили ехать дальше. Особо тут задерживаться негде. Едем в следующая точка Гунип. Можем, кстати, попробовать ставки принять. Кончится дождь, не кончится. Никто не азартный. Едем в Гунип и вообще ничего не видно. Что тут вокруг? Где едем, как едем, непонятно. Но вообще мы должны ехать как-то через перевал. Судя по рельефу, где-то мы тут едем. Местные, кстати, даже без фар. Они вообще местные тут, ребята, не парятся. И вообще, у них все нормально. Без фар, на обычной высой резине. Сликовый. Без тросов, без огнетушителей. Еще одно горное село. Урари. Тут так прикольно сделано. Прямо в поселке, в кладбище справа-слева. Мы поезжаем через него. Такие башни тут, часовинки, или как их назвать правильно. Малильни. Узкие улочки. Еще раз объясняю. Это коровьи лепехи. Их потом топят. Ими топят печень. Чтобы дома было тепло. Либо еду готовят в холодное время. Потому что дров здесь, в принципе, нет. Да, деревья есть, но деревьев мало. Это, скорее, такие кустарники. Да и никто их здесь не пилит особо. Смотрите, как прикольно расположено. Дома прямо на скале. Причем, это микс из старых домов уже, которые нежилые, разрушенные. И новые дома там же. Ну, точнее, обновленные с нового кирпича. Плюс там на вершине стоит мечеть. Круто вообще выглядит. Я тут ни разу не ездил. Не знаю, не видел такого. Заехали в аул ГУНИП. Сейчас двигаемся по его улицам. И у нас два варианта. Едем дальше в национальный парк. На стоянку в палатках. Либо ребята решили в Гэстхаусе. Так, что это? Так, все. Сейчас еще две сапшек сюда жарим. Доброе утро, друзья. Мы в Гуниве остановились на ночевку в гостевом доме. Ну, скорее, наверное, даже общаге. Крепость Шамиля. Вот так это выглядит. Это старая солдатская казарма. Здесь сделали небольшой пристрой. И сейчас используется как... Вроде как детский лагерь. Но кроме детей, когда здесь детей нет, также принимают туристов, гостей. Мы приехали здесь. Здесь заночевали. Ну, достаточно комфортно за свои деньги. Там 700 рублей в ночь. Вообще кайф. Ну, и само по себе место достаточно такое интересное, знаковое. А вот сейчас со стороны покажу, что же такое. Вот здесь, кстати, беседка. Вечером мы сейчас готовили рыбу. Рыба была настолько вкусная, что я даже снять ее не успел. Она просто улетела. За два присеста. Вот эта постройка 1850 года. Солдатская казарма времен войны с Шамилем. Я только не до конца понял, это казарма царской армии или воинов Шамиля. А, ну тут часть стены. Да, часть стены крепости Шамиля здесь. Это часть стены крепости Шамиля. Ой, шикарный вид какой отсюда, смотрите. Кайф. Вот оттуда мы поднимались. Так, чик-чик-чик. Сюда поднялись. Здесь от города, ну от поселка Гунип идет такой серпантин очень-очень сильно. Извилистый. Кайф. Прямо вообще огонь. Столик, можно чаек попить. Какая красота. Стена очень хорошо сохранилась, но тем не менее она все равно разрушается. Там внизу ворота, мы через них проезжали, как-то они называются, там какое-то... У них название есть, имени кого-то. Да, следить за этим надо всем реставрировать, ухаживать, потому что скоро она начнет осыпаться. Я думаю, еще прям лет 20-30 и это будет все валиться вниз. А через 5 лет от этой стены может уже даже ничего не останется. Поднимаемся к крепости Шамиля. Это вот стена, она как раз идет оттуда снизу, где мы стояли. Ну и сейчас мы поднялись повыше здесь. Ну, буквально метров, наверное, 800. О, вот ребята едут. Поднимаемся туда, вон сейчас, на край, посмотрим. Шикарно. Там Гунипская ГЭС, мы ее проезжали, на плотину. Да, я видел. И самое интересное, внизу люди. Смотрите, какой гребень. Но здесь уже стены нет, стена заканчивается, ну, вот, такой, башенкой наверху. А дальше просто уходит гребень горы на вершину. Виды, конечно, огонь. Просто космос. Там Гунип. Здесь тоже долина с частными домами. Вот это я не знаю, что за поселок. Надо посмотреть по карте. Кстати, удобно еще вот эти новые часы. Мазафит. У них есть шагомер. У меня здесь выставлено, ну, условно, там в день норма 8 тысяч шагов. И я так каждый день мониторю. Вот сегодня уже 5300. Выполнили фактически треть дневной нормы. Очень хорошо, очень удобно, когда ведешь сидячий образ жизни либо постоянно за рулем, то понимать вообще сколько ты прошел. Вы находитесь на территории старой русской крепости, которая была построена по Павказу Александру Второго по окончании Второй Кавказской войны. Это казармы. Здесь располагались офицеры. Территория крепости находится не только вот где крепостная стена, но и где сейчас находится районный центр Гуниба. Там во время войны Кавказской было просто плато пустое, и там отряд имама Шамиля скрывался от русской армии. И когда ему предложили сдаться, он говорит, Гуниб, высоко, вы меня не достанете. Но русские солдаты, воспитанные Суворовым, сами, знаете, Альпы брали. Здесь тоже ночью при помощи веревочных лестниц, обутые в лапте, тихонечко поднялись наверх и окружили отряды мамы Шамиля. И после этой войны Александр решил построить дискрепы, чтобы иметь контроль над всеми вершинами. Стену построили только в том месте, где легко можно было врагу добраться сюда. Там стены не понадобились, потому что там крутые обрывы каменные и скалистые. Стена идет вниз мимо Шамилевских ворот, так назвал сам Александр Второй эти ворота. знак уважения имама Шамиля, потому что он действительно был очень умным, образованным, хорошим стратегом, военачальником, и он боролся за свободу своего народа. Поэтому стал героем Дагестана. Дальше стена идет вниз до Барятинских ворот. Барятинский это был князь, генерал, он командовал армией на этой территории. Внизу вы можете увидеть, когда подойдете, там двухэтажное белое здание, это дворец, построенный Александром Вторым для своего сына. У него был зуберкулез, и он надеялся, что если сын сюда приедет, поживет какое-то время, то хотя бы не вылечится, но продлить свои годы. Но сын так и не доехал, он умер по дороге. В советское время там был роддом, и 90% родились во дворце. В 1876 году там родилась Ольга Форш, русская писательница. Она была дочерью одного из главнокомандующих здесь. Ну, здесь она выросла, потом уже в советское время стала писательницей. Можете в интернете посмотреть, какие книги она написала, потому что я уже не могу все запомнить. Что еще вам рассказать? Смотровая башня туда, когда вы поднимались, оттуда открывается вид на Карадасскую теснину, село Карада. Кстати, там очень интересно, если вы туда поедете, в селе Карада есть на скале старое село, получается, оно на скале, окружено воротами замковыми, и к нему туда добраться можно только через маленький мостик перемычку, и в селе одна единственная улица. До недавнего времени там жила женщина, она вот совершенно недавно, в прошлом году она умерла, она не хотела покидать этот поселок, вот, потому что все жители бывшей Карады, кстати, наш Магомед Али родом оттуда, и там у него дом стоит, если вы будете, увидите большой красный дом рядом с мечетью, мечеть старинная 18 века, также старинные кладбища там увидите, и если вы на кладбище, вы приезжаете мимо старых кладбищ мусульманских, кстати, они их не уничтожают, вот как у нас, например, старое захоронение, на нем можно еще раз хоронить, или взяли, сравняли с землей и построили дом, здесь такого не допускается, здесь навечно это кладбище, они очень старые, есть могила, есть могила, где стоят плиты в виде ручки, меча, с прудным набалдашником, это значит, что здесь похоронен воин, ну, что вам еще рассказать, а село как называется, это Карада, так называется? Карада, Наталья Ивановна, я из Москвы, я путешествую автостопом, больше 30 лет, ничего себе, полмира объездила, а теперь вот уже три года, как на Дагестане, мне очень здесь нравится, я решила здесь пожить немножко, тем более пандемия в Москве, мне очень удобно, приятно, а здесь меня никто не трогает, мне же далеко до 65 плюс, ничего себе, вот так вот, так вот, Продолжение следует...